Итак, во имя науки, прогресса и банального бытового пьянства, я сегодня тестирую вот это вот. Описывать эти напитки я вам не буду, потому что вы и сами прекрасно представляете, что они из себя, в свою очередь, представляют. Это всем известная Балтика Девятка с надписью «Самое популярное крепкое пиво» и Ягуар, он же «Вкус Свободы». Так что надо бы приступать. Итак, начнем, дорогие мои. Ягуар. Страшная сила, сбившая с ног не одно поколение, которые растут, сменяются, а Ягуар их все сбивает и сбивает. Ладно, за вас, дорогие мои. Вы знаете, Ягуар, он как месть. Это блюдо должно подаваться холодным. Девяточка. Вкус молодости, беззаботного времяпровождения. И для многих символ студенческих пьянок, когда денег мало, а эффект непроходящий нужен. Похоже, жить я буду. А вообще, если честно, и то гадость, и то гадость. Минус на минус, как вы все знаете, дает плюс. И может быть, в нашем случае это не будет исключением, поэтому, господа, клин клином вышибают. Да, конечно же, моя вера в возможности человеческого организма непоколебима. Но сейчас, господа, случится страшное. И это за вас. У вас, как раз, пока я буду это пить, будет время поставить лайк. Потому что, поверь мне, лайки на это видео мне просто уже необходимы. В данном случае, лично мной доказано, что минус на минус реально дает плюс. Они реально нейтрализуют друг друга. Точнее, нейтрализуют гадости друг друга. И остается, да, что-то крепковатое, с непонятным вкусом, но не резко пивным балтиковским и не резко гадким ягуаровским. А вообще, если пить их по отдельности, то вот там теплое дуновение ветра, безоблачное звездное небо, прикосновение любимой женщины. Ни хрена из этого я ни разу не почувствовал. Поэтому, господа, мой вердикт. Пить это, конечно же, можно. Но пить это, поверьте, совершенно не нужно. Поэтому, вот это вот еще за вас, дорогие мои. И за трезвость. Так что подписывайтесь. Подписывайтесь на второй канал. Пишите комментарии. И на этой радостной ноте, господа, пока. Пишите комментарии.